Лекция номер 7 из нашего курса, из потенциально 24 лекций. В каждой из них мы пытаемся поговорить о качестве программного кода, о том, как его можно контролировать через призму всевозможных метрик, которые так или иначе существуют в нашей индустрии. Почему я говорю так или иначе? Потому что, как вы видели на прошлых лекциях, далеко не все метрики активно используются, далеко не все метрики получили широкое распространение. Но, тем не менее, интересно посмотреть на наш программный код под углом и через призму тех метрик, которые придуманы, потому что они нам помогают понять лучше задумку тех экспертов, которые уже были озабочены проблемой программного кода в свое время и предложили какое-то решение, предложили какой-то взгляд на эту проблематику. Это не значит, что они правы. Это не значит, что это истина в последней инстанции. Это не значит, что их метрики являются абсолютно единственным, абсолютно правильным подходом к анализу качества. На самом деле нет. На самом деле вы видели, что метрики зачастую во многом устарели, и многим этим метрикам больше лет, чем нам с вами. Но, тем не менее, это интересно. И вот сегодня мы посмотрим на метрику, которая целая серия метрик. Я вот в названии показал, что их не одна эта метрика, их целая была целая серия придуманная. Может быть, будут придуманы какие-то еще. Может быть, вы будете придумывать метрики, продолжающие эту серию. Эти метрики касаются второго аспекта анализа дизайна программного кода. Это аспект, называется, cohesion. Вот мы на прошлой лекции говорили о coupling, который был предложен. Одновременно с предложением идеи coupling была предложена идея cohesion. Мы должны их рассматривать вместе. Мы на первой лекции, на вчерашней, на прошлой лекции поговорили о coupling. Сегодня поговорим о cohesion. Они были одновременно предложены в той же статье, которую мы разбирали в прошлый раз. Те же авторы, те же три ученые и практика, в общем-то, программирования. Они предложили и сказали, что дизайн программного кода можно рассматривать как систему элементов или модулей, компонентов, которые между собой как-то связаны. Они назвали это структурный дизайн, structured design. И, в общем-то, мы так и делаем, так и программируем. В такой парадигме продолжаем работать уже много десятков лет. Мы программный код разбиваем на создавляющие, на модули, на компоненты, на блоки. И дальше между этими блоками организовываем взаимодействие. Делаем так, чтобы они между собой кооперировались. Передавали друг другу информацию, может быть, совместно работали над какой-то информацией, может быть, зависели друг от друга, может быть, последовательно выполнялись один за другим. В общем, все эти взаимосвязи, они существуют. И вот они предложили анализировать эти взаимосвязи, смотреть на них, насколько они логичны, насколько они обоснованы, насколько они выгодны в нашем дизайне. Мы в прошлой лекции говорили, что нам нужно снизить каплинг, сделать так, чтобы модули между собой были связаны по минимуму, чтобы между ними были тонкие связи. И вот они сказали, они говорят в этой статье, что этого можно достичь либо путем минимизации взаимосвязи между ними, либо максимизации взаимосвязи внутри элементов, внутри каждого этого модуля. То есть, помимо того, что мы пытаемся эти компоненты оттащить друг от друга, разместить как можно дальше друг от друга, сделать между ними тонкие связи, мы еще хотим, чтобы внутри каждый компонент был максимально кохизив, максимально целостен. То есть, его внутренние элементы, внутренние составляющие, я вам сейчас покажу на практических примерах, что это значит. То, что в нем внутри находится, чтобы оно было между собой максимально... Наличие того, что внутри этих элементов происходит, их сожительство было максимально обосновано, максимально продумано, что ли. В общем, оно было выгодно всем составляющим. То есть, грубо говоря, чтобы мы не складывали яблоки и отвертки в одну корзину. То есть, если мы складываем в одну корзину яблоки, то туда, наверное, можно положить и груши, туда можно положить, наверное, и клубнику. Но отвертку туда, или, например, яйца, или бутылку с молоком, наверное, туда класть не стоит, лучше положить в соседнюю корзинку. Вот если мы будем... В каждой корзине у нас будет лежать все подряд, то тогда, наверное, нам будет тяжело сделать так, чтобы корзины между собой мало коммуницировали. То есть, если представьте себе, например, на кухне человек готовит какое-то блюдо, и у него в разных ящиках лежат разные продукты, и в каждом ящике лежит все подряд, то, наверное, ему при приготовлении какого-то блюда нужно будет открывать все ящики для того, чтобы собрать те продукты, те ингредиенты, которые ему нужны для борща. Ему нужно будет брать овощи там, где лежит мясо, ему нужно будет брать воду набирать там, где уксус рядом с этим находится, а рядом там же лежит и так далее. То есть, у него будет много-много-много, как сказать, этих ячеек, в каждой из которых находятся продукты совершенно разного сорта, и нет никакой логической связи между этим. То есть, они положены в эти боксы непродуманно. Овощи лежат рядом с мясом. И поэтому этих взаимодействий между этими ячейками будет очень много. То есть, этому повару придется открывать их все. То же самое происходит в программировании. Если у нас есть несколько модулей, каждый из которых делает все подряд, делает много того, что вообще делает все, что он может делать, то, безусловно, придется между ними эти связи интенсивно налаживать. Вот такая мысль. То есть, мы разносим модулы и при этом обеспечиваем эту самую кохизивность, эту самую целостность вот этих элементов внутри каждого модуля. Давайте больше к практическим примерам перейдем. Еще раз закрепим эту мысль на картинке. Вот так это выглядит. Если мы представим себе те самые коробочки с продуктами, и в каждом из них лежат продукты определенного типа, определенного класса, потому что они нам удобны. Например, здесь у нас только овощи, здесь у нас только сыпучие всякие применения, здесь, как это называется, специи. А здесь, например, у нас мясо и рыбу. Такое размещение, оно является кохизив. То есть, в общем-то, кохижин – это, в общем-то, про такое, про соединение. Каплинг – это о связях между ними. Здесь связей мало. Одна и две. То есть, всего две тонкие связи. Они достаточно тонкие, потому что эти элементы, которые соединены вместе в один модуль, они между собой наладят взаимодействие эффективнее без обращения к другим модулям. У них внутри тоже есть связи, видите? То есть, внутри каждого модуля тоже есть внутренние связи. Но они значительно будут тоньше, они значительно проще, потому что они друг друга поймут лучше, потому что они одного поля ягоды. Здесь же, видите, написано «без кохижина», это с высоким кохижином, говорится «high cohesion», «low cohesion» и «high». То есть, вот здесь у нас «high cohesion», а здесь «low cohesion». При высоком кохижине код становится понятнее, удобнее, дизайн более читаемый, более поддерживаемый и так далее. Все те свойства, которые мы хотим иметь в хорошем программном продукте. Вы должны дизайнить вот так. А вот так вы дизайнить не должны, это плохо. То есть, случайные непродуманные связи между элементами ведут к плохому дизайну. Ну, мы смотрим на все через призму метрик, поэтому возникает вопрос, как мы можем это измерить, как мы можем понять, что у нас дизайн какого-то элемента, он кохизив. Дизайн, в основном мы будем говорить о дизайне класса. То есть, о том, как померить кохизивность модуля или кохизивность всей архитектуры, здесь я не знаю. Подходов, наверное, не существуют, но мне, по крайней мере, неизвестны, как можно было бы в автоматическом режиме посмотреть на всю систему целиком, в которую входят микросервисы, в которую входят базы данных, в которую включены системы хранения данных, не в базах данных, в которой включены системы обработки данных, внутри каждой системы много классов, внутри них много методов. Как это все вместе проанализировать и сказать, насколько это кохизив дизайн, насколько наличие этих модулей вместе и их колокейшен обусловлен предметной областью, обусловлен решаемой проблемой. Таких способов, по-моему, не существует. Но если мы посмотрим на небольшой элемент, например, класс в объектно-ориентированном языке, например, в языке Java, или, например, в языке Python, или в языке C++, то, глядя только на один класс, мы можем сказать, насколько он кохизив, то есть, насколько все элементы, которые в этом классе присутствуют, а это атрибуты, методы, статические методы, статические атрибуты, может быть, статические блоки, если это Java, приватные методы, protected методы, самые разные методы, которые могут там быть, а также внутренние классы, inner classes, которые определены внутри этого класса. Вот это все эти компоненты, которые существуют в классе, если мы на них на всех посмотрим, то, наверное, мы сможем сказать, есть для этого метрики, хотя их качество, на мой взгляд, по-прежнему оставляет желать лучшего, но мы их несколько рассмотрим. На этой лекции мы рассмотрим первую метрику, которая была предложена, а на нескольких других, на нескольких следующих лекциях рассмотрим еще несколько метрик, которые нам позволяют принять решение о том, насколько класс сделан целостно, насколько все, что в нем находится, действительно должно в нем быть, действительно принадлежит этому классу. Ну вот такая цитата интересная, чтобы завершить такую теоретическую часть, я нашел ее от Нил Форд из компании ThoughtWorks, предложил такую мысль, и мне она нравится. Архитектура это, он называет tension, я бы сказал, конфликт между каплингом и cohesion. То есть, если мы хотим, вы уже знаете, что такое каплинг, вы знаете, что такое cohesion, то есть, если мы всю архитектуру представим как большое количество модулей, то дальше возникает вопрос, либо мы их разнесем все друг от друга, оставим далеко друг от друга, и тогда связи между ними будут, связи между ними будут, их будет много этих связей, и это будет нам невыгодно. Но нам нужно все-таки их собрать в какие-то группы, нам все-таки их нужно как-то агрегировать, мы не можем разнести все классы по сторонам и между ними обеспечить коммуникацию. Тогда коммуникаций будет очень много. То есть, нам неизбежно нужно к какому-то прийти, к какому-то каплингу. То есть, каплинг он неизбежен. Мы так или иначе соберем между собой ряд компонентов, ряд классов. Но при этом возникает вопрос, получим ли мы cohesion. Вот у нас было, например, 2, 3, 4, 5, 6, несколько классов. Мы можем их собрать вот так, например, и получить между ними при этом, допустим, раз, два, три связи. Либо мы можем их собрать по-другому. Мы можем их собрать, например, вот так и получить при этом больше связей. Значительно. Поскольку модулей стало больше, связей между ними будет больше. То есть, в первом примере у нас был каплинг. Я нарисую этот пример отдельно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. В первом примере мы собрали вот так, и между этим было, условно, например, две связи. А здесь у нас мы собрали в три элемента, и получилось связей больше. То есть, здесь у нас каплинг, каплинг больше, но зато cohesion, cohesion тоже выше. Каплинг больше, это плохо. Как cohesion выше, это хорошо. Здесь у нас каплинг, ну, дальше понимаете. Здесь у нас каплинг ниже, поскольку связи меньше. Но cohesion, наверное, все-таки ниже. Потому что их, видите, их по три элемента в каждом блоке. И неизбежно cohesion будет страдать. Чем больше элементов вы компонуете в единую какую-то структуру, вот здесь мы взяли три класса и собрали их в единый некий модуль, в некий пакет, модуль, компонент, что угодно. Конечно, cohesion мы потеряли в cohesion, потому что, скорее всего, соединить три фрукта в одну корзину или три фрукт, овощ и что-то еще труднее будет, чем два фрукта и овощ. То есть сделать более cohesion в систему при большем числе компонентов труднее. Вот он и говорит, что это tension между каплинг и cohesion. Мы должны выбирать при дизайне, мы должны выбирать, как сделать так, чтобы и каплинг был низкий, невысокий, чтобы между ними было связей поменьше. И при этом, когда мы их группируем вместе, все-таки cohesion был тоже высокий. Я вам сейчас покажу еще более интересную картинку, вам будет еще понятнее. Пока до этой картинки такая цитата очень ценная тех же авторов в той же статье Structured Design. Я вам очень рекомендую с ней ознакомиться. С этой статьей она крайне небольшая по размеру, буквально пять страниц. Написана очень простым языком, с очень несложными иллюстрациями, очень понятными. Но она, в общем-то, сформировала в те незапамятные годы, это было 50 лет назад. Она 50 лет назад сформировала у нас у всех понимание, что такое структурировать, как это структурировать программный код, как это разбивать его на части, как это разбивать. И это вы этим занимаетесь до сих пор. Вы тот дизайн, те дизайн-принципы, которые мы сейчас используем в программировании, создавая библиотеки, создавая пакеты, потом эти пакеты выкладывая на package management системы, потом их импортируя, потом между собой имея dependencies, версионизацию, обо всем этом было сказано 50 лет назад. Тогда они предложили обращать внимание на то, как мы структурируем программный код. И вот они сказали, что этот самый cohesiveness имеет уровни, такие логические уровни, по которым мы пройдемся сейчас. Их всего, они обозначили 6. То есть, элементы между собой внутри этого модуля могут быть связаны по 6 принципам. То есть, 6 уровней связанности, которые говорят о силе этой связанности. То есть, самая простая связанность, как вы можете видеть, это coincidental. Я даже не уверен, что я правильно слово связанность использую. Наверное, не связанность, а кохизивность все-таки. Я не уверен, как перевести это правильно на русский. Давайте использовать кохизивность. Так вот, уровни этого кохизивности, они начинаются от coincidental. Coincidental, это значит, что у нас просто были под рукой яблоки, груши и мясо. И мы просто случайно, поскольку так случилось, мы сложили это в один ящик. Нам нужно было быстро. Мы пришли из магазина, принесли пакеты, взяли оттуда все, что было, и открыли холодильник и положили на первую полку, на нижнюю, просто все, что было под рукой. Это такой coincidental связанность. Случайно это случилось. Дальше мы будем сейчас рассматривать дальше и дальше. И дойдем до функциональной кохизивности. Я опять слово связанность использую. Мне кажется, связанность это все-таки капля. Так вот, этот кохизивность, мы дойдем до функционального кохизивности, в которой будет размещение элементов вместе, продиктовано их функциональностью. Допустим, мы точно так же пришли из магазина, принесли какие-то продукты, и мы достаем условно все специи и кладем все специи на одну полку. Потому что у них одна и та же функция. Они нужны для того, чтобы солить, перчить и так далее. Мы не будем яблоки на эту полку класть. Мы кладем только специи. По функциональному признаку. Их функция – это добавить вкус нашему блюду. И вот это самая сильная кохизивность. И вот мы пройдем по этим шести уровням. Авторы говорят, что первый уровень – самый плохой, самый слабый, самый такой, говорящий о проблемах. Это скорее проблемный уровень. Если вы здесь, если у вас кохизивность будет такой coincidental, то это будет говорить о неграмотном дизайне. Если же у вас будет functional кохизивность, то дизайн хороший. Еще одна картинка, так, чтобы вам закрепилась эта идея. В общем-то, каплинг – это о том, как модули… Еще раз повторяем одну и ту же мысль. Каплинг – это модули, это как модули между собой связаны. Вот каждый квадратик – это модуль. Как они между собой взаимодействуют. Как они между собой, как они зависят друг от друга. Like a couple. You know, like a, допустим, пара, муж и жена. Это, в общем-то, то же самое слово. Формирование couple, формирование пары – это о том, как связаны эти две личности, как они между собой взаимодействуют. Но не о том, что внутри каждой личности. Так вот, кохижин – это о том, что внутри личности происходит. Что внутри, допустим, мужа, что внутри жены происходит. Вот в этом случае, допустим, это у нас муж. И вот мы смотрим, что у него внутри. Это его мысль номер один, это его желание номер два, это его принцип какой-то номер три, это его вкусы и предпочтения в еде. Это четыре и так далее. Каждый этот элемент формирует внутри, собственно, сущность этого существа, этого мужа. Как он будет взаимодействовать с другой сущностью, которая называется жена – это вопрос каплинга. Это вопрос формирования капла. Ну вот то же самое в программном обеспечении. И, конечно, мы хотим, чтобы этот самый наш муж, который справа, он был бы кохизин. То есть у него не было бы мешанины внутри в его голове. Что с одной стороны он считает, что он любит борщ, а потом ему жена сделала борщ, а он говорит, зачем ты сделала борщ, я же его не люблю. Это такой не кохизин личность получается. Это личность, которая внутри себя не имеет... У нее внутри собраны убеждения, принципы, идеи и концепции, которые между собой не согласуются. Он с одной стороны такой, с другой стороны такой. И с такой личностью взаимодействовать крайне сложно. И каплинг наладить с такой личностью тоже крайне тяжело, поскольку у него у самого внутри нишанина из идей, принципов и так далее. Это я вам привожу такой философский аллегорию, или как это, не аллегорию, а метафору, что ли, аналогию, вот такая философская аналогия с миром живых существ. Но на самом деле это и пришло в программирование из мира философии. То есть, вернитесь, представьте себе, вернемся на 50 лет назад. Тогда еще не было языков типа Java, тогда еще не было толком объектно-ориентированного программирования, тогда не было, много чего не было в те годы. И люди только пытались понять, а какие же аналогии, или какие можно предложить принципы, концепции программирования, чтобы программисту стало понятно, как ему делать качественный софт. И вот они брали эти концепции из мира философии и приносили их в мир программного обеспечения. Поэтому такие слова. Поэтому Каплинг, Кохижин. В общем-то, нам сейчас кажется, что Каплинг и Кохижин, мне кажется, как программисту, который давно эти термины слышит, мне кажется, что это исключительно термин из мира программного обеспечения. Но это не так. Они сначала были терминами философского толка. И вот философия этих двух терминов, она именно такая. Что Каплинг будет легче и комфортнее, если каждая сущность будет кохизивной. Если каждый модуль в вашем ПО, в вашей программе будет сам по себе целостный. И выполнять одну... В общем-то, это близко к кохизивности, это близко к принципу, наверняка вы знаете, Single Responsibility Principle, который был постулирован Робертом Мартином, если я не ошибаюсь. В котором этот принцип, согласно этому принципу мы считаем, что один модуль должен выполнять одну функцию. Single Responsibility Principle. То есть, One Responsibility. Одна ответственность. Одна функция, одна фича должна быть представлена каждым модулем. Это в идеале. То есть, если это муж, то это только муж. Он не может одновременно считать, что он еще и... Ну, я не знаю. Наполеон. В этом случае он получается такой онкохизив. И он граничит с сумасшествием. Если он одновременно думает, что он две личности, что он пытается выполнить две функции. То же самое в программном обеспечении. Если наш модуль думает, с одной стороны, что он файл, а с другой стороны, он думает, что он парсер файла, то это онкохизив элемент. То есть, у него раздвоение произошло личности. Как у мужа, который думает, что он наполеон. И, конечно, с ним будет трудно взаимодействовать. Он, с одной стороны, файл, с другой стороны, парсер. И как его понять при этом, нам будет сложно. Мы, конечно, разберемся, наверное, в программировании, но это будет затруднять наше взаимодействие. Так же, как жене будет, наверное, трудно с мужем коммуницировать, в этой couple, в этой паре, если муж имеет какое-то двоякое или троякое понимание того, кто он. Ну и последняя цитата из этой статьи. Наиболее useful technique for reducing the effect of changes. Да, вот это очень прикольная фраза. Мне очень нравится. Наиболее удобным, наиболее правильным способом снизить эффект изменений в программном продукте, это сделать так, чтобы структура, дизайн, чтобы дизайн был таким образом создан, где form should follow function. То есть, есть некая функция, которая выполняет, должен выполнять какой-то модуль, и мы форму этого модуля ему придаем именно такую, как ожидается от его функционала. То есть, если мы ожидаем, что это файл, что это парсер, точнее, который должен парсить, что у нас есть функция парсинга файла, то давайте назовем этот класс parsing файла. И не нужно, у нас же функциональность не смешана одна с другим, то есть, у нас нет функциональности быть файлом и парсить файл. Это две разные функциональности, поэтому должны быть две разные формы. То есть, форма должна следовать за функциональностью. Сначала мы смотрим, какую функцию выполняет каждый из элементов, которые мы пытаемся продизайнить, допустим, классы, функции, методы, и потом придаем им форму. То есть, не сначала форма, не сначала мы рисуем, как классы между собой, как они будут называться, и как они между собой должны, по идее взаимодействия сначала мы спрашиваем себя даже точнее не так мы сначала не рисуем как нам удобно нарисовать как нам было бы комфортно вот мы сейчас садимся рисуем хотелось бы чтобы у нас системе было четыре компонента почему 4 ну нам кажется 4 это это правильное число это правильная комбинация 4 вот мы в прошлой системе делали 4 и в этой будет 4 хорошо а какие они будут функции выполнять ну вот первое будет база данных вторая будет обработка данных а третье будет печать данных а четвертое четвертое не знаю ну давайте в четвертую положим все вспомогательные функции вот этим таким образом мы поступаем неверно мы должны наоборот сначала спросить себя а какие же функции будут у системы а потом придумывать какие она будет формы принимать ну и теперь я вам покажу последовательно на примерах эти шесть уровней здесь надо было пронумеровать первые шесть уровней этого байдинга они называют их байдингом кохизивность они выразают в том наверно поэтому я использую слово связанность так часто они говорят о свет связанности о связях между элементами внутри внутри компонента и выделяют их 6 уровней почему они связаны давайте пройдемся и посмотрим значит первый пример коинцидентал это плохая связанность это кохизивность он очень слабый то есть эти элементы здесь находятся случайно это очень типичный дизайн я но вы видели его своих программных проектах своих и в чужих это когда существует некий такой класс называется хелперы и в этот класс хелперы мы сносим все функции которые нам мы не знаем куда положить это такой типичный подход java программистов и во многих других языках тоже но в java я вижу это часто просто некуда положить потому что мы не знаем к чему это больше подходит функция поэтому ее просто складываем в класс хелперы или в пакет хелперы или в директорий хелперы если это python например там часто очень просто можно увидеть директорий который называется хелперс если вы пройдете сделать какой-то несложный анализ нескольких сотен допустим java проектов то я уверен что вы найдете во многих из них присутствие так вот этих вот хранилищ в хранилищ функционала или классов которые коин как бы случайно там оказались вот это конечно самое это абсолютно не кохизив дизайн здесь мы ставим ему двойку ставим дизлайк за такой дизайн и так мы не делал вы видите здесь совершенно непонятно почему здесь например функция вычисления максимума из двух чисел находится рядом с функцией сохранения файла на диск сохранение контента файл или функция допустим приведения всех 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 букв внутри строки в большой капиталайз в заглавной форме они между собой никак не связаны мы уходим от этого это первый тип связан тип кохижин второй это логическое связан здесь некая появляется логика некий лоджик лоджикал релэйшн шип то есть не как какая-то какие какие-то все-таки идеи который заложил туда некая логика которая стоит за этим этой связанностью но не более то есть некое такое объяснение ну допустим человек говорит я кладу на нижнюю полку холодильника кладу все предметы которые круглой формы вот такая у меня логика яблоки яйца груши сыр круглый вот они все круглые лежат на нижней полке имеет это какой-то смысл наверное очень небольшой потому что но тем не менее какая-то логика есть как-то это можно объяснить например string utils это такой типичный подход к дизайну тоже утилитных или классов или таких классов хелперов куда мы складываем все подряд но не все подряд а все-таки что-то что принадлежит к обработке строк вот мы здесь можем видите увидеть капитализацию их тримминг правый тримминг левый тримминг повторение и тогда некая логическая такое объединение всех всех элементов внутри но все равно мы этому классу ставим дизлайк потому что он все-таки некохизив в нашем понимании потому что связанность между этими элементами между собой она фактически отсутствует то есть хотя и присутствует некая логика между вот элементом и классом между элементом и классом и можем объяснить наличие каждого элемента внутри этого класса можно сказать почему каждый из них там но почему они находятся там вместе и точнее каждый как они друг от друга зависит, и почему они должны рядышком стоять, мы не можем объяснить. То есть они здесь не братья и сестры, они какие-то совершенно случайные люди, которые пришли по вызову одного начальника, но между собой они не имеют никакой связи, поэтому это слабый, очень низкий кохительность. Номер три, это по времени вызов, temporal binding так называемый, это они должны быть related in time, то есть они как-то связаны по времени выполнения, есть какая-то связь в том смысле, что мы ожидаем, что мы их будем вызывать в определенной последовательности, не то что в определенной последовательности, а примерно в одно и то же время. Например, здесь посмотрите, у нас есть некий SQL string utils, то есть мы сейчас, видите, увеличиваем кохизивность, он становится все лучше и лучше, ну, здесь мы видим, что этот SQL string utils, мы будем его, скорее всего, вызывать после того, как пришел результат из базы данных. То есть у нас из SQL-хранилища пришел к нам, пришли данные, и мы должны их сделать парсинг и получить дата примитивы для Java, для того, чтобы с ними работать. То есть эти все вызовы будут происходить примерно в одно и то же время этих всех функций, они примерно после получения данных из базы данных. Не после того, как эти данные начнут обрабатываться, не до того, как запрос уйдет в базу данных, а примерно в один и тот же промежуток времени после возвращения данных из базы данных temporal binding. Это немножко лучше, чем предыдущие примеры, но тоже не perfect, потому что все равно между собой они имеют связи не сильные, хотя уже, конечно, получше, потому что я бы даже сказал, что не сильные. То есть это тоже такой, кохизивность крайне слабая. Переходим к более интересным случаям, кохизивность четвертого уровня, communicational такой binding, это когда мы, они связаны, они related by reference to the same set of input and to output data. Как я это понимаю? Я тут не очень уверен, что я точно правильно понимаю, но мне кажется, что в этом случае они все, эти все элементы внутри нашего класса, они должны быть связаны с, они должны работать с одними и теми же данными. То есть если в этом примере, обратите внимание, у нас данные каждый раз приходят какие-то новые, то есть то, что получает parseInt, он получает строку, то, что получает parseFloat, он получает какую-то другую строку. То есть они совершенно не связаны с каким-то единым элементом данных. То есть они между собой, вот эти два метода, они вообще никак не, никакой связи между ними нет. В этом же случае, смотрите, мы инкапсулируем resultSet, то есть мы положили этот элемент внутрь класса, и потом parseInt, он просто по номеру, какой именно из resultSet взять, там в resultSet, обычно в Java это есть колонки, которые мы получили из базы данных, пришел некий recordSet, и в нем есть колонки. И вот мы в этой колонке, это такой утрированный примитивный пример, но мы берем колонку номер 2, колонку номер 3. Так вот и parseInt, и parseFloat, они оба обращаются к этим данным, которые инкапсулированы. То есть у них появляется связанность по коммуникациям с данными. Уже связанность выше, потому что каждый метод, каждый из этих методов, он работает с одним и тем же элементом данных. Значит, они между собой уже становятся, ну, некими такими братьями и сестрами. По крайней мере, у них одна точка коммуникации. Потому что до этого они были разрознены. У одного был один источник данных, у другого был другой источник данных. И почему они находятся вместе в одном классе, ну, объяснить можно, но не так легко. В этом случае полегче, потому что мы говорим, смотрите, ну, данные-то одни и те же, поэтому, конечно, мы соединили, мы положили туда в этот класс все методы, которые работают с таким, вот именно с этими данными. Вполне логично. Будет странно, допустим, если мы возьмем вот этот метод и вынесем его в другой класс. Тогда нам придется вынести и данные тоже. То есть мы просоздадим класс, в котором будут лежать данные, и, собственно, наш метод там парс чего-то. Но этот класс, он будет очень похож на тот класс, который у нас был. У нас тоже лежали данные. В нем был один метод парс, другой метод парс, третий метод парс. Но возникает вопрос, зачем вы их так разнесли? Ведь данные-то одинаковые, вот же они. Давайте их соединим. То есть, естественно, хочется этот класс сюда соединить вместе с ним. Видите, появляется тот самый кохизин, который обусловлен, который имеет определенную логику в этом случае. Не просто логику, а имеет определенную вынужденность. То есть мы должны так сделать, потому что данные одни и те же. Мы переходим уже в территорию такого более высокого кохи, более высокий кохижин, который нам эти ученые рекомендовали 50 лет назад. Пятый уровень, всего их шесть, как вы помните. Пятый уровень – это sequential binding. В этом случае мы, как видите, output data от одного элемента является input в следующий элемент. То есть одни данные, они не просто связаны с одними и дними же данными, а мы когда вызываем, обращаемся к одному элементу, то, что он нам выдает, мы должны, то, что он сделал, от этого зависит результат выполнения следующего элемента. То есть они еще и связаны между собой в последовательности выполнения. Мы вынуждены, мы должны работать сначала с первым, потом со вторым. Вот, допустим, пример я привожу. Сначала мы инкапсулируем этот result set внутрь. Потом у нас есть метод parse. Мы говорим, сделай парсинг четвертой колонки. Он делает парсинг, а потом мы читаем то, что надо парсить. То есть этот элемент становится мутабельным, этот класс. О том, что это плохо, это отдельный разговор. Не сейчас об этом. Но мы делаем парсинг, а потом get. То есть у нас работа с этим всем. Здесь ошибка, у меня здесь должен быть result set. Вот мы инкапсулируем result set. И затем мы делаем parse, parse и потом get. То есть мы сначала должны попросить его от парси нам первую колонку. Потом сделай парсинг второй колонки. И потом выдай нам первую колонку и сохрани ее сюда. То есть мы последовательно их вынуждены выполнять. И в этом случае они, конечно, должны находиться внутри одного класса. Они принадлежат одному ящику в холодильнике. Они должны лежать вместе. Потому что они зависят по последовательности выполнения. Мы не можем по-другому. Ну и, наконец, последний, шестой тип связанности функционально. Помните, это когда мы кладем все фрукты в одно место, все специи в другое место. Это функциональная связанность. Потому что они нам нужны действительно вместе. И они выполняют одну и ту же функцию. Здесь в этом случае, вот я такой вам пример привел. То есть у нас есть некая единая функция. И все эти, все участники этого модуля, они все как-то контрибьютят в эту функцию. В эту единую функцию. Они все нужны для выполнения одной конкретной функции. Одной. Single. Вот ключевое слово здесь. То есть если у нас в классе есть что-то, что делает что-то другое. Например, допустим, у нас есть условно специи, специи, специи на полке. А потом там стоит, ну я не знаю, там зубной порошок или стиральный порошок. Он тоже порошок, он тоже в пакете, он тоже выглядит как порошок. Но у него все-таки другая функция. И ставить ее на полку с специями будет немножко странно. Хотя они все похожи по своему функционалу. Их тоже нужно насыпать. Но это немножко другой функционал у этого порошка. Так и здесь. Если все в классе функции, все контрибьютят в одну сторону. То будет странно, допустим, в класс SQL Result. Вот сюда. Положить функцию, которая обрабатывает данные, пришедшие к нам не из SQL базы данных. А из NoSQL базы данных. Это будет сюда не подходить. Хотя тоже это обработка результата и так далее. Ну вот посмотрите, здесь такой. Я сделал имплементацию такую. Мы тоже инкапсулируем ResultSet. Но здесь я сделал таким образом, чтобы вам показать, что имеется в виду под Contribution в одну и ту же функцию. Если в предыдущем примере, смотрите, у нас все-таки есть здесь две функции. Первая это парсинг. Вторая это чтение. Это два функционала. С одной стороны мы парсим то, что получили в ResultSet. А вторая мы достаем из ResultSet то, что мы отпарсили. И это две функции. Здесь нельзя сказать, что этот класс соответствует принципу Symbol Responsibility. Это не так. Потому что он выполняет две задачи. И парсит, и ретривит. В этом же случае, в этом дизайне, я попытался сделать так, чтобы была одна функция. Это именно чтение того, что там лежит. И сначала, смотрите, что я делаю. Сначала я в функции Prepare, я вставляю сюда некий Functional класс, который умеет парсить. То есть я говорю, подготовь мне к парсингу, подготовь мне к чтению, даже не к парсингу, а к чтению. Подготовь мне к чтению колонку номер один. А дальше я ее говорю, а дальше в использовании этого класса, опять здесь опечатка, нужно сюда ResultSet вставить. Так вот дальше я говорю, подготовь мне колонку номер один, она будет парситься как интегр. Потом подготовь мне колонку, здесь ошибка, колонку номер два, она будет парситься как float. И дальше я говорю, читаем колонку номер один. И в момент чтения, вот именно здесь произойдет выполнение той самой OneFunction. Именно в этой точке. То есть можно, в общем-то, с определенной натяжкой сказать, что этот класс, SQL Result, он делает OneFunction. Он читает, да, при том, что он читает, ему нужно отпарсить. Но все-таки мы фокусируем его на чтении. Мы говорим, он читает. То, что он походу еще должен парсить, это его вспомогательный такой элемент. Но мы это скрываем. Мы делаем это как-то второстепенным таким элементом, фокусируясь на чтении. То есть прочитать. Нельзя просто к нему прийти и сказать, сделай парсинг. Он ничего не сделает. Если я ему вызову функцию Prepare, то он просто приготовит. Но никакого парсинга не произойдет. То есть функция парсинга не вызовется. И это делает его, в общем-то, более Single Responsibility Principle Ready. Вот тот слайд, который я вам хотел показать, интересный. Мне очень понравилась эта статья, где автор показывает четыре типа. С четырех точек зрения он смотрит на этот самый Кахижин. Он говорит, что идеальный Кахижин, первый пример, идеальный Кахижин такой. То есть фрукты в одной стороне, мясо и рыба в другой стороне, а в третьей у нас специи. Вот у нас три разных бокса, все лежит по своим местам. Второй дизайн это God Object, так называемый. Это когда мы все складываем в одно место. Это вот те самые хелперы, те самые утилитные классы, те самые объекты, в которых все лежит вместе, потому что, ну, coincidentally. Мы все сюда просто так сложили. Это холодильник у плохого повара, который забит продуктами совершенно без всякой системы. Все лежит на разных полках. И найти все очень сложно. Вы понимаете, это, в общем-то, аналогия с God Object. Третий пример. Он говорит, это плохо выбранный Баундарис. То есть это тот самый Кахижин, который вроде бы присутствует, но он такой, ну, он тоже похож на, он больше, он не совсем coincidental. Это вот вообще его отсутствие кохижина. Это просто огромный объект. Но если вы представите себе, что, в общем-то, этот человек сделал класс такой, то это coincidental binding. Он связал coincidentally. Здесь он, видимо, сделал binding, ну, наверное, не coincidental, а может быть logical какой-то. Он какую-то логику сюда применил. Допустим, он, как я вам рассказывал, допустим, он сложил все круглые предметы в одну сторону, все сыпучие в другую, а все мягкие и холодные в третью, условно говоря. Что-то получилось. Но если посмотреть внимательно, что там внутри, там все равно внутри неразбериха. Это poorly selected bounded. Вот. Ну и, наконец, он считает, что distracted coupling это совсем плохая концепция, когда мы разносим все по большому количеству модулей. Их здесь становится много. Видите, совсем никакого Кахижина нет. То есть нет никакой группировки. Просто модули между собой общаются, как могут. И при этом, конечно, связей между ними будет крайне много. Значительно больше, чем в предыдущих примерах. Если здесь всего, вот видите, связи. Раз, два, три, четыре. То здесь связей вы видите какое количество. Их значительно-значительно больше. И это такой coupling, который distractive. Видимо, здесь Кахижин. Автору может казаться, что здесь Кахижин очень высокий. Ну, потому что он для яблока у него, для каждого яблока у него своя полка в холодильнике. Для каждой специи у него свой ящик. Но ящиков становится очень много. И запомнить, где какая специя лежит, становится трудно. Все-таки хотелось бы, чтобы был один ящик для всех специй. И один ящик для всех овощей и фруктов, например. А он делает так, раскладывает каждый продукт на своей полке. И получается, конечно, такой деструктивный каплин между ними. В общем, это человек, который думает, что это Кахижин из хай. Это, безусловно, так. Безусловно, Кахижин очень высокий, если у вас в ящике лежит только сахар. То, конечно, очень хай. То есть, это абсолютно, это The Highest Кахижин. Самый высокий Кахижин, потому что эта полка, этот ящик для сахара. А следующий ящик у нас только для стирального порошка. Это, безусловно, Кахижин будет очень высокий. Но каплинг между этими ящиками, он тоже очень будет высокий. Мы потеряем в другом. Вот такие картинки, они вам должны помочь. Ну и, наконец, мы переходим к метрике. Мы долго рассуждаем о философии, но это ценно. Эта философия, наверное, даже важнее, чем метрика. Потому что метрика, которую я вам сейчас расскажу, она, на мой взгляд, она, во-первых, устарела. Сильно устарела. Во-вторых, она показывает, поскольку их очень много, этих версий появилось, этой метрики, то она показывает вещи, которые, она индицирует, она подсвечивает симптомы, которые, если присмотреться ближе к тому, что происходит на самом деле, они не всегда, и семантика симптомов соответствует семантике реальной жизни. То есть, то, что происходит в реальности, в классе, и то, о чем говорит метрика, это будут все-таки разные вещи. Вот мы видели подобный случай с метрикой Cyclomatic Complexity. Когда мы измеряем Cyclomatic Complexity, нам показывают, что комплексity очень высокий, но если мы посмотрим на код, то он очень простой. И поэтому, чтобы это исправить, вы помните, была придумана метрика Cognitive Complexity, в которой все-таки она более точно отражает, более точно прорисовывает нам, более точно соответствует тому, что происходит в программном коде. Точнее, соответствует его семантике. Вот метрика L.com. Значит, что было предложено? Это ее автор, один из авторов, здесь два человека, но я фотографию только одного нашел, к сожалению. И вот этот мистер Кеммерер, еще в 91-м году, это уже, вы видите, появление объектно-ориентированного программирования. Это 91-й год. Если вы помните, Кахижин был предложен в 1974-м. То есть прошло, сколько там, ну не 20 лет, наверное, но поменьше, ну лет 17 прошло с момента появления идеи Кахижина и появления первой метрики. Вы представляете, то есть 17 лет люди знали о том, что есть Кахижин и Каплинг, но не измеряли их. По крайней мере, я не знаю о каких-то метриках. По моей информации, это первая метрика, которая была предложена. L.C.M. L.C.M. расшифровывается как Lack of Cohesion of Methods. То есть отсутствие связанности между методами в классе. Ну, объектно-ориентированное программирование, классы, и они стали измерять кохизивность класса. Видимо, до этого были процедуры, и там было трудно померить хоть какую-то кохизивность. И вот когда появились эти классы, где методы стали собираться воедино, как мы сейчас делаем в объектно-ориентированном программировании, то появилась возможность и желание измерить, а нужны ли все эти методы в одном классе. Вспомните пример с Хелпером, где у нас три метода, и они все три, такое ощущение возникает внутри, интуиция возникает, что они там не должны быть все втроем. Их надо как-то в другие места положить. И вот метрика L.C.M., чем она выше, тем она больше показывает отсутствие кохизивности. То есть 0, если метрика равна 0, означает, что класс очень кохизивный. 100%, лучше быть не может. В общем-то, класс без единого метода, у него будет кохизивность 0. Если там вообще нет ни одного метода, там будет 0. Если метод 1 единственный, там тоже будет кохизивность 0. Если там начинает появляться 2, 3 и так далее, то кохизивность начинает расти до бесконечности. То есть максимальное значение этой метрики, она бесконечна. Значит, как он считает? Как они предложили его считать? Значит, есть класс с методами M1, M2, M3 и так далее до Mn. И есть множество, я вам сейчас покажу на примере, это множество тех переменных, которые используются этим методом. И дальше мы пытаемся найти так называемый, так они пишут, disjoint sets, сформированный by intersection of n sets. Если посмотреть на конкретный пример, то это значит следующее. Вот пример слева класс, вы видите. Значит, у нас есть класс некий rectangle, rectangle, квадрат. У квадрата есть 4 переменные, 4 атрибута, x, y, ширина и высота. И есть методы, метод area, который считает его площадь. Есть метод move, который изменяет x и y, то есть переносит квадрат в другое место. Есть метод resize, который меняет ширину и высоту. И есть метод, который возвращает нам признак высокий этот квадрат. Слишком он высокий или не слишком. Он сравнивает высоту с сотней. Вот 4 метода, 4 переменные. Давайте посчитаем этот l.com, попробуем. Значит, что они предлагают? Сначала у нас есть некое множество методов. Area, move, resize и tall. И есть множество переменных, которые каждый метод использует. То есть какие переменные используют метод area? Метод area использует только ширину и высоту. Ширину и высоту. Метод move только x и y. Метод resize только ширину и высоту. Метод tall только высоту. Получилось такие 4 множества. Дальше они говорят, что нам нужно сформировать какой-то disjoint sets by intersection of the n set. Я не понял, что имеется в виду. Как именно мы должны сформировать disjoint sets? То есть должно быть много множеств, сформированные через intersection n set. У них в статье написано, что нужно сделать одно множество, второе множество, третье множество и так далее. Вот дословно такая формула. Но она, в моем понимании, будет всегда приводить к пустому множеству. Если я правильно понимаю, что такое intersection. Потому что если мы сделаем intersection между этим и этим, то мы получим пустое множество. И дальше сколько intersection of не делай, то мы будем получать пустое множество. В общем, они, видимо, тоже поняли некую проблему и предложили другое описание. Буквально через 3 года после публикации своей оригинальной статьи эту формулу не используют. Никто, как я это понимаю, использует другую. Они же, эти же авторы, опубликовали другую статью, где предложили другую формулу этой метрики. Значит, они оставили нам те же множества, они оставили тот же подход, но они предложили считать две переменные, значения двух переменных. Первое, это п, это множество всех пар методов, которые между собой не пересекаются. И второе, множество всех пар методов, которые между собой пересекаются. как-то и дальше считать разницу между пересекать между не пересекающимся и пересекающихся сейчас я на примере вам покажу что это значит еще рассмотрим на наш пример тот же java класс у нас есть те же множество которые мы имели до этого видите те же самые те же самые четыре множества и дальше мы считаем какие из них ищем пары между ними которые имеют которые не пересекаются вообще ну например area и move никак не пересекаются видите area и move они абсолютно нет у них никаких пересечений то есть если их сделать им intersection то мы получим пустое множество мы их занесли в эту пару в этот p дальше 2 move и resize не пересекается move и resize тоже нет никаких пересечений если из них сделать intersection будет пустое множество записали вот у нас p у него кардиналити равняется двум то есть два элемента в этом множестве пары то есть area и move move и area это одно и то же надо понимать то есть это такие то есть мы не заносим этот список area и move а потом move и area мы заносим только пары которые в общем считаем их уникальность по наличию просто наличию в нем двух двух элементов хотя в формуле это в общем то не сказано в формуле это некий tuple где порядок имеет значение но паре в реальности он не имеет и дальше q мы считаем q это те пары у которых есть какое-либо пересечение допустим area и resize они пересекаются area и resize через h они по w и по h пересекаются и так далее в общем вы поняли идею тут несложно значит пересечения этих количество элементов в этом множестве она 3 и дальше мы считаем разницу между 2 и 3 2 минус 3 получаем минус единицу но эта метрика не может быть больше меньше нуля такая так постулируется поэтому если она меньше нуля то мы ее приводим к нулю так они захотели совершенно понятно что если представьте себе класс в котором есть много методов и в этих методах допустим это utility класс у вас utility класс тот самый helper в котором методов очень много ни одной переменной нет потому что все методы каждый между каждый сам по себе изолирован и он не использует никаких переменных это просто статические методы которые обрабатывают данные возвращают результат и вот у вас есть сто таких сто и сто таких методов секунду у вас тут комментарии что move и tail вроде тоже не пересекаются move и tail не пересекаются окей my mistake вы правы действительно move и tail надо добавить сюда еще один то есть move плюс tail да вот эта вот пара она тоже не tail а тол move и тол они не пересекаются да я ошибся значит здесь будет цифра 3 надо поправить слайды значит 3 минус 3 в общем мы к нулю приходим 0 это хорошо то есть это cohesive класс как они считают он в общем cohesive в нем все хорошо представьте себе utility класс в котором 100 методов ни один из них не использует никакие переменные что мы получим мы получим букву п она будет видимо равна она будет видимо равна ну наверное я так понимаю 100 умноженное на 100 я так чувствую и у нас кархизивность будет 10 тысяч поскольку пары будет от каждого даже наверное не 100 на 100 но вы понимаете какая будет цифра да тут будет не 100 на 100 а я так понимаю деленное на 2 что-то в этом духе то есть цифра будет ну крайне высокая это будет какие-то тысячи и такой кахизивность конечно он недопустим то есть они дальше предполагают что кахизивность я даже не уверен что они предполагают я думаю что цифры свыше десяти это уже если l-ком будет больше десяти вот эта метрика l-ком если она больше больше десяти то наверное стоит начинать бить тревогу и что-то с этим классом делать ну вот такая концепция то есть если то есть мы хотим что хочет эта метрика эта метрика хочет чтобы все методы использовали все атрибуты то есть если у вас все методы в классе используют как так или иначе используют атрибуты им нужны точнее не так или иначе а им нужны все атрибуты которые они могут которые в классе присутствуют то вас какие-то l-ком будет нулю равен значит все хорошо как только у вас появляются такие зоны то есть эти группы методов используют такие группы атрибутов как вот здесь Смотрите, у нас есть некая группа методов, которые используют это area, это resize и это tall. Это одна группа методов, которые используют ширину и высоту. Они работают с размером этого квадрата. А второй метод move, он работает с координатами, с позиционированием квадрата на плоскости. Это нехорошо. Хотя метрика L.com этого не увидела, потому что она посчитала, что это окей. То есть это цифра тройка, она перекрыла эту тройку. Но в общем-то проблема вот с этой тройкой. То есть они, точнее проблема с, сори, вот с этой тройкой. Эта тройка окей, потому что здесь она говорит о том, где пересечение происходит. А вот эта тройка, она негативная, она должна снижаться. Но она, ее негативное влияние было снижено второй тройкой. Но в общем-то это нехорошо, что в классе присутствуют механизмы для позиционирования квадрата и для изменения его размера. Лучше разнести это на два класса. Разнести эту функциональность, эту функциональность положить в две разные корзины. На две разные полки в холодильнике. Значит, дальше инженерная мысль пошла дальше. И через два года была предложена новая метрика, которая стала учитывать недостатки предыдущей метрики. Значит, появился такой LLCOM2 и LLCOM3. Они написали в одной статье. Вот в этой статье они предложили и LLCOM2 и LLCOM3. К сожалению, я эту статью в оригинале найти не смог. Она где-то затерялась на просторах интернета и в PDF формате ее найти невозможно. А этот журнал тоже куда-то пропал. В общем, мы потеряли исходники. Но мы знаем формулу, которую они предложили. Мы сейчас к ней перейдем. Значит, вкратце она о следующем. Она равна проценту методов, которые не обращаются к определенному атрибуту. И все это усредняется по всем атрибутам класса. Сейчас вы увидите формулу, как это работает. То есть, они, все эти метрики, они пытаются поиграть атрибут метод. Их интересуют данные, которые лежат в классе. И методы, которые с этими данными работают. По крайней мере, пока. Пока мы идем LCOM2 и LCOM3. То есть, их интересует связь. Они пытались найти этот кохизинус через, ну, communication кохизинус, если вы помните. Они ищут наличие этой зависимости через общие данные. То есть, если ваши методы обращаются к общим данным, то значит, класс кохизинус. Конечно, это достаточно примитивный подход, поскольку, ну, в общем, это такое первое приближение было. Дальше люди пошли дальше. Сейчас увидим, куда. И вот посмотрим, как это LCOM2 считается. Тот же самый пример. Вы его помните, мы его не меняем. Они считают для каждого атрибута, сколько процентов методов к нему не обращается. Вот к атрибуту X. Какой процент, здесь надо процент написать. Какой, точнее, 0,7, 75 процентов. То есть, 75 процентов методов, им не нужен атрибут X. Они и без него справятся. И дальше вы видите по списку. 75 процентов, 75 процентов нам не нужен Y. Половине атрибутов не нужна ширина. И четверти методов не нужна высота. Дальше мы, чтобы посчитать метрику, мы все это складываем, все эти проценты делим на 4. В общем, усредняем. Получаем среднее арифметическое. Получаем вот такую цифру. Что 56, 25 это LCOM. Чем эта цифра ближе к единице, тем хуже. То есть, она, эта цифра будет в диапазоне от 0 до 1. Если она 0, то опять все хорошо, как в случае с LCOM. Если она 1, значит, ваш кохизерность, он очень плохой. То есть, значит, что у вас будет, например, у вас будет, опять же, статический, опять же, utility класс, в котором будет очень много методов. И, например, одна переменная единственная, которую никто не использует. В этом случае вы понимаете, что получится. Здесь у нас везде будет 100%, и мы все усредним, разделим на 4, и у нас получится единица здесь. Много методов, мало переменных. Переменные никому не нужны. Если даже переменных будет вообще 0, то это будет тоже единица. Там, по-моему, сказано в формуле, что если переменных 0, то здесь будет 0. Здесь будет, sorry, то здесь будет единица, да. То есть, высокий кохизер, очень будет плохая. Метрика будет очень большая, она от 0 до 1. Если единичка, то она будет показывать, говорить нам о проблемах. Но эта метрика удобнее, несколько удобнее, чем L-ком, потому что у нее новый диапазон. У нее диапазон более такой, скажите, удобный для анализа. Потому что, может быть, кому-то удобнее, так скажем. Мне бы, например, было, наверное, удобнее иметь бесконечность уходящая метрика, потому что одно дело у нас, например, utility класс, в котором действительно 100 методов, и все они никак не связаны, то в этом случае мне бы хотелось увидеть, конечно, кохизер, эту метрику L-ком 5000. Это совершенно не то, что если бы у нас было, например, класс, в нем всего лишь два utility метода, и тоже ни одной переменной, и мы получим ту же... И мы получим... В этом случае мы получим в случае L-ком оригинальной метрики, мы получим здесь, наверное, цифру 2, какую-то незначительную, может быть, 4. А в случае L-ком 2 мы получим цифру, соответственно, при сотне мы получим единицу, при двух методах utility класс мы получим тоже единицу. То есть L-ком 2 она их сравняет, и мы не увидим вот этой вот вопиющей проблемы в нашем дизайне. Они нам будут казаться, в принципе, все одинаковые. Ну да, высокие кохижи, но семантику L-ком 2, на мой взгляд, отражает хуже, чем L-ком оригинальный. Но, тем не менее, вот такой был предложен, такая метрика. L-ком 3 в той же статье. Обратите внимание, что один из авторов этой статьи, это тот самый Левик Константайн, я так думаю, или Константин, или Константайн, который был автором идеи вообще терминала этого термина, кохижин и каплин. То есть прошло те самые, прошли те самые, сколько, 22 года с момента его предложения, и он поучаствовал в предложении метрики L-ком 2, L-ком 3. Значит, L-ком, ну, как я сказал, статья до меня не дошла, или до нас не дошла, поэтому я спросил у чат GPT, что такое L-ком 3, и он сказал, что это тоже, не сразу он мне это сказал, но, тем не менее, попытался сформулировать, в итоге сформулировал так, это normalized measure, которое considered the number of methods in the class, the number of attributes, and average number by the methods that access each attribute. Давайте посмотрим на формулу, так будет проще. Значит, как мы считаем L-ком 3? Как я это понимаю? Они считают это так, как я это понял, после анализа того, что нашел. Значит, они берут, M это общее количество методов в классе, вычитают из него T, и делят на M минус 1. Значит, T, вот здесь, это, сколько, как много методов, в среднем имеют доступ к одной переменной. То есть, если у нас 4 переменных, то сколько в среднем на переменную приходится методов, которые с ней работают. Это вот, это цифра та, которую мы имели из предыдущей метрики, только с единичкой минус 100 цифр. Если в том, в этом случае мы смотрели, сколько методов не имеет доступ, здесь у нас негативная была, поиск негативного, поиск негатива, то есть, сколько методов не, скольким методам не нужна переменная, это 0, 5, 0, 5, 6, 2, 5, то это 0, 5, 6, 2, 5, это стольким методам в среднем не нужна каждая переменная. А это скольким методам нужна переменная. И дальше они делят количество методов на, вычитают из количества методов эту цифру, потом делят на количество методов минус 1. Получают некую цифру. Ее, эта цифра, она в диапазоне от 0 до 2. Вот. Так им показалось интереснее. И они сказали, что все, что меньше единицы, это ок. Если ваш класс от 0 до 1, то это ок. Если от единицы до двойки, то это нот ок. Семантика мне здесь, ну, можно разбирать ее, но мне кажется, это не суть важна. Ну, вот так они считают. Таких формул можно накрутить еще, я думаю, несколько сотен. Играясь с этими цифрами, играясь с цифрами наличия атрибутов, наличия методов и кто кого вызывает. Вот они с этими цифрами и игрались. Но доигрались до более интересной метрики. 95-й, смотрите, это был у нас 96-й, 95-й. Почему-то она названа LCOM 4. Мне кажется, я, может быть, с годами перепутал, но вроде бы нет. Тем не менее, LCOM 4, она стала в итоге наиболее распространенной метрикой на текущий момент. По моему мнению, и так как я вижу, где в каком софте что используется, эта метрика, она поинтереснее. Чем она лучше? Они попытались этой метрикой посчитать количество connected components in a class. И дальше определили, хоть они не дали четкую формулу в своей статье, но они, не они, а вот, да, их было двое. Вот этот Мартин Хиттс и его коллега, они предложили не формулу, а идею. А каждый уже для себя формулу реализует самостоятельно. Они говорят, что A, этот некий компонент, sorry, это не тот A, значит, они объясняют, что такое connected component. Значит, они говорят, что метод A и метод B related, если они связаны, если они оба работают с одной и той же переменной, или они вызывают друг друга. То есть, появилась новая составляющая в метрике, вызывают. То есть, представьте себе, что у нас есть одна переменная, вторая переменная, один метод к ней обращается, но другой метод вызывает этот метод. Безусловно, это связанность между этими методами, которую раньше метрики не видели. Раньше, если метрики смотрели на метод, который не обращается к переменам, они считали, что он принадлежит какому-то другому блоку внутри класса. И повышали значение этой метрики, показывая, что класс не кохизит. И это было некорректно. В этой метрике они сказали, давайте обратим внимание на то, как эти методы между собой взаимодействуют, друг друга вызывают. Это тоже влияет на анализ ситуации. Мы должны это принимать во внимание. И, в общем-то, они правы. Я думаю, что это логично. Опять же, смотрим на наш класс и смотрим, что нам сказал чат GPT про эту метрику. Он говорит, что нам нужно представить наш класс как граф. И на этом графе изобразить переменные, как узлы, и методы, как узлы. И дальше между ними поставить, нарисовать зависимость, нарисовать взаимодействие. Видите, каждый узел представляет собой это методы и атрибуты. Потом связь edge, то есть ребро на графе существует между методом и атрибутом, и между двумя методами, если они друг друга вызывают. То есть, в данном случае, если мы захотим нарисовать граф для нашего класса, то мы нарисуем, наверное, x. То мы нарисуем x, y, w, h. Вот у нас будет 4 таких узла. Потом мы нарисуем area. И надо было, конечно, мне это нарисовать. Area у нас вот так, вот так. Потом мы нарисуем move. Move у нас x, y. Потом мы нарисуем какой-нибудь resize. Resize у нас тоже w, h. h и tall. И tall у нас только h. И потом мы сможем сказать, что вот эти вот все, товарищи, отбой, вот эти вот все... Нет, не так сказал. Мы неправильно нарисовали. Давайте так, чтобы было удобнее. Мы нарисуем здесь area, а здесь мы нарисуем move. И вот эти вот так, а эти вот так. Видите, какой граф получается? У нас совершенно понятно, что у нас есть две... На этом графе две территории, которые между собой никак не связаны. Никто друг друга не вызывает. Никто не связан через переменные. В общем, это совершенно очевидно, что здесь две такие порции. И вот эта функция, эта метрика, она даст нам цифру 2. Чем эта цифра выше? 2, 3, 4, 5. Тем хуже. В идеале цифра должна быть единицирована. Вот такая метрика простая, которая... Ну, она проще по формуле, она не дает дробные значения, она дает просто целочисленные результаты, показывает, что мы имеем в плане кохижины. Какой нам смысл практически от этой метрики для вас? Ну, вам нужно понимать, что такое кохижин, и не делать классы, в которых такое большое количество несвязанных между собой порций. То есть, конечно, забыть вообще про utility-классы, потому что они вообще противоречат идее кохизинца. Забыть про контроллеры, внимание, в model view controller. Контроллер – это тоже яркий пример такого не кохизив класса, потому что они все контроллеры внутри себя содержат обычно методы, и каждый метод является самостоятельным процессингом входящих данных, самостоятельным. И получается, что чем больше у вас в контроллере будет методов, чем ниже и ниже и ниже будет кохизинность. Чем хуже и хуже и хуже. Вы будете… Контроллеры – это плохо, всевозможные парсеры, принтеры. Все классы, в общем-то, которые заканчиваются на ER, они во многом являются вот этими примерами такого расслоения класса на функциональные блоки, на функциональные порции, которые между собой имеют очень слабую связанность. Ну и, наверное, еще чуть-чуть скажу вам про инструменты, которые существуют, которыми можно посчитать. Это L-ком, в каждом языке программирования они есть, хотя это не очень популярно. Эта метрика, она значительно более сложная, чем… Значительно более сложная для принятия программистам средним. То есть, среднему программисту и так тяжело программировать, если мы ему еще дадим контроль его качества в плане стилистики по написанию программы, потом еще контроль тех метрик, которые мы уже обсуждали, комплексити, когнитив комплексити, мейнтейнобилити индекс, если мы ему еще попросим делать так, чтобы L-ком 4 у него, допустим, был не больше, не знаю, чем единица, например, такое жесткие условия поставим, то есть, чтобы всегда была только одна, одна зона функциональности внутри класса, то средний программист, наверное, будет, ну, крайне тяжело ему будет программировать, он просто не будет знать, как это сделать, не будет понимать. Вот. Вам я рекомендую попробовать, попробовать какими-то из этих метрик поиграться. Вот этот инструмент мы создавали пару лет назад, JPEG, и он умеет считать и L-ком 1, и L-ком 2, и 3, и 4. Там есть еще L-ком 5, но я про нее уже сегодня не рассказывал, но я думаю, что их будет появляться еще больше в перспективе, может быть, а может быть, будут другие метрики. Вообще, метрики, которые измеряют cohesion в программировании, ну, не только в Jai, вообще в объектно-ориентированном программировании, их, по моим оценкам, больше 30. Cohesion. В каплинге их, в прошлый раз мы обсуждали, их, на мой взгляд, нет вообще. А cohesion – это такая благодатная почва для анализа, благодатная почва для исследователей, что класс у нас находится, класс у нас перед нами, мы его видим, у нас есть совершенно четкие характеристики его, количество методов, количество вызовов, количество атрибутов, связи между ними, последовательность этих связей. То есть мы можем препарировать класс как угодно, а дальше, получив такой набор цифр, мы можем построить какую угодно формулу из нее. И доказать, что эта формула лучше, чем другие формулы, мы, в общем-то, и не обязаны доказывать. Мы просто строим формулу и говорим, смотрите, наша формула выдает вот такие-то цифры. И мы сделали такое исследование, несколько лет назад занимались этим вопросом, сделали такой JPEG-продукт, который собирает большое количество Java-классов из open-source и к ним применяют много cohesion metrics, этих метрик, которые люди предложили. А мы часть из них еще обсудим на следующих лекциях, но, конечно, далеко не все. И вот мы взяли все эти условно 30 метрик и по этим классам прошлись. И эти все метрики дают все в разнобой. Мы видим, что метрики, какая-то метрика говорит, что этот класс очень cohesion, другая метрика при этом говорит, что он абсолютно не cohesion. То есть они все информируют нас все в разные стороны. И что с этим делать дальше, непонятно. Кого из них слушать и на какую метрику обращать внимание, толком непонятно. Единственное, что мы смогли, к какому выводу смогли прийти несколько лет назад, это к тому, что мы выделили из этих 30 метрик несколько штук, которые являются более-менее определяющими, потому что они все вместе дают какой-то более-менее один и тот же результат. То есть они не противоречат друг другу так уж сильно. А какие-то суперрадикальные метрики, которые давали нам совершенно другие результаты, мы их, вы не, так сказать, обозначили как неблагонадежные и не рекомендовали их использовать. Но вот несколько, которые мы рекомендовали, это L.com однозначно и еще несколько штук, которые мы позже обсудим. Так, тут у вас вопрос, давайте я отвечу. Вопрос в том, что кажется о том, что презентации называется L.com 3, это L.com 5. По крайней мере, я видел в нескольких статьях такое. Ну, я могу ошибаться здесь. Да, возможно L.com 3, это L.com 5, может быть. Не претендую совершенно на. Я вот как прочитал, за что купил, за то продаю. Вполне, может быть, я что и ошибся, но я вас призываю не уделять особо большое внимание этим названиям и формулам, просто поймите идею. вы вряд ли будете глубокими исследователями в рамках какой-то одной метрики, хотя если будете, это будет интересно, конечно, и замечательно, но больше это лекция для того, чтобы вам показать, что такое кохизинность и как она измеряется. Если вы будете понимать, как ее измеряют, то вы будете понимать, что не нужно делать в вашем коде, что не нужно писать методы такие, которые не используют переменные. Не нужно делать метод, если он не все переменные в методе использует. Для этого нужно понимать, как метрика считает, что она на это обращает внимание. И второй вопрос, какой L-ком используется в CAM проекте? У нас в CAM используется L-ком 4, если я не ошибаюсь, но нужно проверить, потому что мы в CAM используем JPic, то есть мы запускаем JPic, он считает метрики, потому что он выдал, мы берем эти цифры и используем в нашем датасете. Он там считает и такой L-ком, и такой, и такой, я посмотрю и отвечу вам отдельно, скажу, какой именно он там использует. Ну и последнее хотел вам сказать, что если, под чем я недоволен в этих метриках, что мне не нравится, это, ну в тех, которые мы сейчас обсудили, это то, что они не обращают внимания на современные элементы объектно-ориентированного программирования, современные фичи. Ну, у класса могут быть аннотации, например, в Java. И, по моему, по моей, to the best of my knowledge, насколько я сейчас знаю, ни одна из метрик этого кохизи, этого измерения кохижин, не обращает на это внимание. Присутствуют там аннотации или не присутствует, им все равно. А это важный элемент программирования в Java, важный элемент дизайна. Второе, например, у класса могут быть интерфейсы, которые он имплементирует, какие-то интерфейсы он имплементирует, и поэтому у него есть методы, которые он оверрайдит из этих интерфейсов. А бывают такие классы, которые не имплементируют никакие интерфейсы. Вот наличие этих интерфейсов они тоже не учитывают. Они только смотрят на методы, атрибуты и связи между ними. В Java очень много других фич, например, дженерики. Опять же, количество дженериков внутри класса, которые он использует как параметры типа, они на это тоже не обращают внимания. И так далее. Или, например, вложенные классы. Внутри одного класса могут быть другие embedded классы. Не только inner classes, но еще и embedded классы, то есть классы, которые внутри, создаются внутри кода, такие временные классы, которые, например, лямбда выражения. Это тоже элемент дизайна. Он тоже показывает насколько кохизив или не кохизив класс. И так далее. То есть много фич, которые Java принесла в объектно-ориентированный мир за последние 20 лет. А метрики остались на уровне 96-го года, когда Java была в первых версиях, когда в ней не было ни дженериков, не было ни аннотаций, не было ни embedded классов, ни inner классов. Не было ничего. Многого не было. А метрики остались там же в 96-м году. Хотелось бы видеть какие-то более свежие метрики, которые учитывают всю современную, все современные реалии объектно-ориентированного программирования. Таких метрик, что-то мне как-то, я вот их не знаю. Вот. мы в следующий раз о них поговорим, которые делают что-то поумнее, но по-моему, на мой взгляд, как я это понимаю, они просто крутят этими цифрами по-своему, там, возводят их в степени, интегрируют и так далее. Но все эти танцы с цифрами, они мало все-таки, мало влияния оказывают на адекватность метрики, на ее соответствие реальности. На ее соответствие... Ну, вообще вопрос такой, как вот проверить, насколько метрика хорошая, насколько она плохая? Нужно сравнить ее результаты с нашим субъективным восприятием. То есть, нужно взять 100 классов, показать их 100 программистам и послушать, что они скажут. И каждый из них, они должны отметить, либо он кохизив, либо он не кохизив, на какой-то шкале. А потом взять метрику и посчитать, что скажет метрика и сравнить, насколько она совпадает с субъективным ощущением программиста. И вот тогда можно говорить о том, что метрика действительно работает или она является просто фантазией. Помните, мы когда разбирали maintainability индекс, то там было пока... Мы говорили о том, что сначала метрика была предложена без всяких доказательств, просто нам сказали, вот формула такая, хотите, ешьте, хотите выбросьте. А потом, через несколько лет, люди провели, другие люди провели исследование именно в таком формате, как я сейчас сказал. То есть, взяли программистов, раздали им код, они этот код посмотрели и сказали, где maintainability высокий, где нет. И потом люди сравнили с метрикой и сказали, действительно совпадение на такой-то процент. Конечно, 100% не будет и даже, я думаю, и 80% не будет. Но если будет выше, чем 50%, то это уже говорит о том, что метрика попадает, в общем-то, она близка к тому, что думают люди. А сейчас в современных реалиях можно еще и чат GPT подключить. То есть, во-первых, спросить людей, во-вторых, спросить чат GPT и в-третьих, спросить метрику и посмотреть, кто из них лучше угадывает этот самый maintainability или cohesion или что угодно. Вот такие эксперименты, они были бы интересны. Можно просто цифры рисовать и просто формулы, вот как эти ребята, они предлагают формулу и рассказывают, эта формула, она лучше потому, что потому. Но это всего лишь гипотеза, что эта формула лучше отражает реальность. Но есть же все-таки основа этого cohesion и каплинга, это, в общем-то, наше человеческое восприятие. Это не формула, это наша дальше способность, дальше удобство работы с этим классом. И вот его нужно измерять. То есть, метрики, они призваны лишь помочь нам измерить то, что мы не можем измерить вручную, потому что нет у нас этого времени, нет людей, сидящих перед нами. Я не могу каждый класс показывать программисту и спрашивать, а как из них ли он, а какой здесь каплинг, а какая здесь maintainability. И поэтому я ввожу какой-то такой, ну, как физики делают, они тоже смотрят на реальный мир, а потом придумывают некую формулу. И говорят, что да, там что-то равняется квадратам чего-то. Но дальше нам нужно экспериментально доказать. Это в математике мы можем на формула доказать, но в физике мы стараемся доказать, вернее, вынуждены доказывать эксперименты. Мы запускаем, включаем, что-то падает, что-то катится, что-то перемещается, мы замеряем время, а потом умножаем и видим, что действительно там это умноженное на это будет это. Потому что мы этого экспериментально увидели и подтвердили. Но даже эти эксперименты потом ставятся под сомнение и новые теории вводятся и новые гипотезы и предлагается, что вот ваши эксперименты вчера, сто лет назад, которые вы проводили, они были на малых цифрах, на малых скоростях, на малых объемах. А если мы возьмем какие-то гиперскорости, какие-то гиперобъемы, гипермассы, то тут все меняется. И вот так и появляются теории уже более современные, всякие квантовые и так далее. То есть они ставят новый эксперимент, который значительно более сложный и значительно более тяжелый, который не могли провести сто лет назад. И показывают, что теория, которая была до 200 лет назад, она уже не состоятельна. Она состоятельна только на узком наборе, на небольшом наборе примеров, когда там все измеряется в килограммах, тоннах и километрах в час. А если все измеряется в мега-мега-тоннах, то ситуация совершенно другая. Или микро-нанокилограмма, в нанометрах. Все меняется. Так и здесь, так и в программировании. То есть какую-то метрику можем предложить, но применить ее на небольшом числе класса. Тоже если почитать эти статьи, в которых эти метрики предлагались, то очень часто можно встретить эксперименты, которые они проводили, взяли 20 классов, на 20 классах измерили. Этого мало. Давайте возьмем 20 тысяч классов, давайте возьмем весь GitHub, давайте возьмем несколько миллионов классов. И на миллионе классов измерим и увидим. И мы увидим всякие пиковые значения. Мы увидим, когда класс абсолютно не Кахизиев, а ваша метрика говорит, что Кахизиев. Мы увидим наоборот ситуацию, когда класс очень понятный, и все в нем хорошо, а ваша метрика дает нам какие-то экстремально высокие цифры. И тогда начнем делать метрику под это дело, подгонять. Все равно мы пытаемся подогнать метрикой, подогнать под реальность. Вот так. Я вам тут немножко указал, что почитать. Это все те статьи, о которых мы сегодня говорили. На все из них стоит посмотреть. Ну, первая, та, которую я сказал, она основополагающая, в ней идея изложена. Все остальное, это уже такие игры с цифрами, которые нам лишь просто подсказывают, в каком направлении думать. Но идея именно в этом. Cohesion and Coupling. Делайте так, чтобы ваши классы были кохизиев. Подписывайтесь на мой канал,